Пирамиды. Село в Бутурлиновском районе Воронежской области. Входит в состав Карачевского сельского поселения. Улицы. Улица Автострадная и улица Комсомольская. Входит в состав этого села. На автотрассе Бутурлиновка-Нижний Кисляй стоит небольшой поселок со странным названием Пирамиды. Две шеренги домов, словно на параде, выстроились вдоль дороги, которая делит поселок пополам. Как ни крути головой по сторонам, никаких пирамид тут заметить не удается. Тогда откуда же возникло необычное для наших мест название? Тем более от египетских пирамид мы находимся очень далеко. На этот счет существует две легенды, бытующие в народе, и обе связаны с делами ратными. Давно это было, когда в наших местах не было постоянного населения, а лишь маячили на диком поле сторожевые посты, свыше которых стражники предупреждали об опасности, да юрты охотников-промысловиков прятались в огромных потаенных местах. Крымские татары, ведущие агрессивный образ жизни, часто делали набеги на русские земли. Они грабили и убивали людей, уводили их в плен, продавали на невольничьих рынках. Естественные преграды на пути неприятеля стояли речки, да могучий шипов лес, куда враги боялись заходить. В лесу русские люди прятались от кочевников, делали в нем засады для внезапного нападения, не раз случались схватки боевые русских воинов с татарскими завоевателями. Одно из таких сражений произошло на территории нашего современного района, возле Рахмановской балки. Жаркой была сеча с обеих сторон. В этом сражении погибло много русских ратников, вставших на пути врага, чтобы не пропустить его в северные Рязанские и Московские земли. Погибших русских воинов похоронили в одной братской могиле, а для увековечения их памяти насыпали большой холм. Так делали еще древние славяне, насыпая холм высотой до 15 метров. Подобным образом поступили и на этот раз с погибшими от татарских рук. Высокий холм был похож на пирамиду. Были холмы и поменьше. Этот холм с оплывшими краями и теперь еще можно увидеть недалеко от поселка пирамиды. Существует еще одна легенда о пирамидах. Будто бы в старину шли русские войска в дальний ратный поход. Остановились они на отдых в том самом месте, где находится сейчас поселок. А тогда из края в край колыхалась широкая безлюдная степь. Рядом протекал ручей с чистой холодной водой, который существует и теперь. Он наполняет своей живительной влагой пруд за околицей поселения. На этой безлюдной местности у родника солдаты поставили свои ружья в пирамиды. Их было очень много. Такое бывает нечасто. Вот и отложились в памяти людской эти пирамиды. Поселок много лет входил в состав Карайчевского сельского совета. Входит и сейчас. Многие поселки этой территории, объявленные когда-то неперспективными, прекратили свое существование. Две селы, Новая деревня, Верхние озерки, Репный, Благовещенский, Малая Рахмановка, на очереди Троицкий, Алексеевский, Большая Рахмановка. А пирамиды, как и древние египетские пирамиды, живут. Во многом благодаря автотрассе, проходящей через поселок. Отсюда можно без труда добраться и до районного, и до областного центра. Значит, дорога – это жизнь для пирамид. Население в 2020 году составляет около 80 человек.